Я интересуюсь разными методами оздоровления И вот меня заинтересовал такой метод оздоровления как волновая генетика, как метод лечения оздоровления и моложения Это большая статья, написана в моей газете Начало номер 12 за 2014 год, потом номер 1 за 2015 год и далее Я ее всю не буду приводить, а вот приведу то, чем я занимался и почувствовал такую хорошую отдачу Я назвал это, значит, вариант работы со словом «Красивые слова» Одно время я активно работал со словом, интуитивно понимая, что произношение и написание сильных красивых слов соединяет тебя с творческими силами Вселенной В итоге ты сам становишься проводником этих сил и если должным образом будешь их употреблять А вообще, внутренний мир нашего организма представляет сложное иерархическое образование, собранное в единое целое И действительно, под единой оболочкой из кожи имеются органы, ткани и клетки весьма и весьма отличные друг от друга Наше единое сознание в действительности состоит из блоков больших сознаний органов сердца, легких, печени, почек, поджелудочной железы и так далее И огромного количества маленьких сознаний, клеток, входящих в эти органы и ткани тела И самое главное, что все эти большие и маленькие сознания настроены на волну нашего единого сознания Так что всегда готовы выполнить его малейший приказ Ибо это первейший и наиглавнейший закон Так осуществляется единое и целостное управление огромным количеством отдельных элементов Органов, тканей, клеток Под единым сознанием я понимаю наш духовно-эмоциональный мир О чем мы думаем, какие мысли генерируем, куда они устремлены Какими эмоциями отвечаем на окружающие нас события Какое настроение преобладает Что и как мы говорим В какие слова облекаем свои мысли Из физиологии нам известно Что управление организмом осуществляется двумя главными способами Нервным и эндокринным Но над ними властвует сознание человека Которое за счет мыслей, эмоций и настроения Может как активировать их работу Так и приостановить Помимо этого механизма Сознание напрямую может влиять на активность органов и клеток Образно-волевые настрои сытина, заговоры, утверждения, внушения и гипноз Демонстрируют эффективность подобного влияния После такого введения пояснения Вновь возвращаемся к теме собственного здоровья Оказывается, мало желать себе быть здоровым Надо с помощью слов, вызывающих положительные и стимулирующие мысли-образы Вводить программы здоровья и омоложения Надо учить свои клетки К чему им стремиться Как себя чувствовать Как обновляться и сохранять наивысшую работоспособность Почему именно слова, а мысли? Слово, звук, смысл – это конец А начало – это не только мысль Но и выражение некоего тонкого действия Силы и понятия Правильные слова имеют созидательно стимулирующую силу Вызывают определенные присущие только им действия Например, произносите слово «юный» Сразу же в сознании возникнет некий образ Меняется ощущение Вы возвышаете себя Произнесите унижающее человека слово, например, худой И сразу же вы почувствуете стопор внутри себя Ваш внутренний мир наполняется негативом Вот почему, негодуя во внешний мир Мы первым делом отравляем свой внутренний мир Сознание клеток, органов не понимает Что вы ругаете кого-то внешнего Они все воспринимают буквально И стремятся выполнить словесные команды И если это негатив, угрозы, раздражение, страх, оскорбление и прочее То они дуреют и впадают в ступор от подобных команд Вот почему важно приветливое, доверительно-дружеское общение с внешним миром Тогда будет гармония, спокойствие, здоровье И в вашем внутреннем мире Таким образом, хочешь быть здоровым, юн, счастлив Вырабатывай и посылай во внешний мир красивые слова, мысли Они по закону соответствия притянут аналогичные мысли, слова, события, творческие силы И вы это реально почувствуете Я это проверил на самом себе В связи с данным направлением оздоровительной работы Требуется решить две проблемы Первое. Очистить сознание от негативных слов и оборотов Которые угнетают и подавляют работу клеток и органов Второе. Отобрать такие слова, которые бы наулучшим образом стимулировали работу клеток И творческие силы самого организма в целом Путем работы с этими словами Создавать яркие мысли-образы Запускающие лечебные, оздоровительные и омолаживающие программы в организме Но даже простое повторение Написание их Запускает механизм единения с их источником Творческими космическими силами Которые не только щедро одарят вас своей энергетикой Но и неожиданно для вас Помогут открыть ваш творческий потенциал Первое направление Очищение сознания от слов и словесных оборотов Угнетающих работу клеток Будет решаться с помощью постоянного самоконтроля над тем Что и как вы говорите Это кропотливая работа над собой Своим лексиконом Требующая самонаблюдения Самоконтроля И растянута на несколько месяцев А то и лет работы Все зависит от того Как вы будете с этим работать Перестроитесь за месяц Три или год Два Приведу пример Как очищало сознание от слов паразитов И негативного мышления Зинаида Баранникова На каждую возникающую в ее сознании Негативную мысль Облеченную словесную оболочку Она читала три раза Иисусову молитву Метод осознания Который использую я В Ростове на светофоре Машины выстроились в два ряда Делать левый поворот Прямо ехать осталась одна полоса Один наглец Занял ее и преградил мне путь У меня возникло дикое желание Слегка протаранить его Кенгурятником своего джипа Это мой эгоизм дал о себе знать Как это мне дорогу перегородили Да я его Не следует так делать Идя на поводу у своего эгоизма Играющему на побуждении К справедливости Вроде бы Смирение Надо быть смиреннее Беспристрастнее Так я наблюдал за собой со стороны И уговаривал Таран был отменен А я излег пользу Обнаружил С чем надо работать в себе А не бить морду другим Вообще постарайтесь Не произносить матерных слов Найдите им замену Старайтесь сказать Однозначно положительно А не двусмысленно Я отказался Но до сих пор отказываюсь От слов с приставкой НЕ Например Неплохо Заменил на хорошо Постарайтесь вообще найти Адекватную замену Изначально негативным словам Которые с приставкой НЕ И пытаются превратиться В положительные Не убей То есть цени жизнь другого Как свою Не прелюбодействуй Блюди чистоту Помыслов своих Не кради Наживи Сохрани свое И многое другое Дело в том Что приставка НЕ Она отбрасывается Не читается И остается слово Вот как вы сказали Примерно Не убей Не отбросилось Осталось убить Видите как Не прелюбодействуй Не отбросилось Прелюбодействуй Не кради Не отбросилось Кради осталось То есть вот это Надо понимать Почему НЕ Надо отбросить Слово Похудеть Похудел Имеющее плохой Корень Худа Означающее Плохо Во внешности По здоровью По жизни И по судьбе Заменил На Постройнел Стал Струнным Как оно сразу По другому Работает Вы сами Произносите То и другое Слово И почувствуете Изменения В своем Организме И так работая Со словами Со своей речью Прислушивайтесь Как на нее Реагирует Ваш организм Вы сами Должны себя Обучить Этому Искусству Никто К вам В сознании Не залезет Для контроля Второе направление Отбор Слов Активное Использование Их В ежедневной Речи Самопрограммирование С помощью Написания Сочинений На тему Мое здоровье Моя судьба Моя семья И тому подобное Можно просто Писать слова И одновременно Проговаривать Про себя Стимулирующие Приложения С этим Словом Например Пишите слово Юность А про себя Проговариваете Мне свойственно Лучезарная Юность И создаете мысли Образ Юношеского Состояния Стройного Тела Красивой Кожи Блестящих Глаз Великолепных Волос Гибкого И мускулистого Тела Внутренней Радости И беззаботности В сознании Чем больше Вы будете Создавать Мысленных Ассоциаций Со словом Юность Тем лучше Будет идти Самопрограммирование И получаться Конечные результаты Лечебной Оздоровительной Омолаживающей И творческой Работы Замечание Статья была написана Мною ранее Но я еще раз Прошелся по ней И обнаружил Ошибочку Слово Беззаботности Которому Пытаемся Придать Положительное Значение А суть У него Отрицательная Забота Фу Как от него Коробит Надо заменить На другое Адекватное Смысл Например Покое Умиротворение Чистоты Легкости Чувствуйте Как меняется Реакция Вашего Тела И сознания То есть Без Не читается Забота Остается Важно знать Что материализация Мысли Слов происходит Тогда Когда вы Их произносите А лучше Записывайте На бумагу В этом случае Программа Будет Действительно Материализоваться И эффективно Действовать То есть Творение Должно Пройти Законченный Цикл От рождения Намерения И мысли До воплощения В конкретное Материальное Действие Если Это Не так То появится Если Это Не так То появляется Ментальный Мусор Который В дальнейшем Будет мешать Осуществлению И других Творческих Процессов То есть Это Очень И очень Сложная И тонкая Работа Требующая Целенаправленного Мышления Контроля И тому Подобное Итак Я отобрал Для себя Слова 200 с лишним Которые Ежедневно Писал В течение 40 дней То есть Идет Ввод Программы В течение 40 дней Далее Ее надо Поддерживать Записывая слова 2-4 раза в неделю То есть Сначала Мы 40 дней Пишем Ежедневно А дальше Мы их Начинаем Писать Реже 2-4 раза В неделю Слова Надо подобрать Простые Отражающие Одно Какое-то Свойство Отрицательных Частиц Ни и Иных Не должно Быть В вашей Речи Подсознание Их не Воспринимает Поэтому Фраза Не убей Будет Пониматься Как убить Надо Говорить Именно Так Способствуй Жизни Или По другому Вот Мое Занятие Я пишу Слово Жирный Шрифт А про себя Проговариваю Обычный Шрифт Положительную Фразу Относящуюся Ко мне И поехали Мне свойственна Активность Мне свойственна Аккуратность Абсолютно Все Во мне Мне Свойственен Аромат Изысканных Духов Пахнущих Юностью И свежестью Мне свойственна Благо Мне свойственна Благодарность Мне свойственна Благодарение Мне свойственна Благодать Которую Господь Мне дает Я благодарен Благородного Происхождения Я богатырь Богатства Мне свойственны Все богатства Духовные Материальные Которыми Господь Щедро Одаривает Меня Мне свойственна Бодрость И так далее И так далее Вы видите эти слова. Жирным шрифтом я пишу, все остальное, что нежирным, проговариваю. Вот так, с помощью красивых, сильных, значимых слов через антенны ДНК связываюсь с космическим источником силы творчества здоровья. Побуждаю работать организм в юношеско-здоровом режиме. Очищаю сознание от скверны. И уже после первого же занятия меня пробило на стихи. Произошло подключение к творческим силам, которые заговорили через меня. А энергетика? Какая через меня проходила созидающая энергетика? Я летал в течение нескольких дней, пока досадно не оступился. Но это уже в прошлом, как ступень духовного опыта. Вот оно стихотворение. Тайна слова. Я тайну слова постигаю, которым Бог творил миры. Оно во мне, я это знаю, чудесной, дивной красоты. Оно снова существует, заставляет сердце биться, любить, творить, и верит в жизнь, что вечно, вечно, вечно длится. И он вспомнил, произнес, и чудо дивное случилось, ведь счастье брызнул из меня, и время юности явилось. Я теперь живу, люблю, творю, а слово тайное храню. Это стихотворение является ключом, который был дан мне для того, чтобы входить в творческие пласты пространства. Этот же ключ вы можете использовать для подключения к ним. Следующее стихотворение, это тоже ключ, который еще более мощный, вы можете использовать для подключения к творческим слоям пространства, и для того, чтобы самораскрыться, то есть, чтобы та творческая искра, которая в вас имелась и имеется, она раскрылась на всю катушку. Мера мироздания, я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знания, я корень слов, источник жизни и миров, я формирую бытие, свое, ее, вселенной всей, источники любви своей, которой космос заполняю, я так живу и процветаю, и буду жить и процветать, любовь и счастье воплощать, заполню этим все миры, где буду я, где будешь ты, ведь я и ты, две меры этой красоты. О-о-о-о-о-о-о-о, насколько это сильный ключ, насколько это сильный посыл. Повторюсь, я его не придумал, он мне был дан. Дан для того, чтобы каждый человек, желаясь подключиться к творческим просторам Вселенной, мог это сделать. Возможно, у вас будут потом свои ключи, если желаете, можете воспользоваться моими. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok